Ага, и так мы решаем задачу о том, чтобы описать все такие треугольники, где ABC целые. Так, начнем со следующего замечания. Вот если я взял этот треугольник и, например, учетверил, вот если он был с целыми сторонами, то после того, как я его учетверил, то, конечно, никаких сомнений, что новый тоже с целыми сторонами, тоже это равенство выполняется. Ну, конечно, это совершенно неинтересно, да, эти два треугольника подобны, да, если мы нашли стороны одного целочисленные, то вообще как бы можно, вот если есть такое одно какое-то решение, если мы представим себе, что мы его угадали, то любое решение вида N-A... N-B и N-C, очевидным образом, после сокращения на N-квадрат, дает тоже такой треугольник. Ну, давайте приведем пример. Уж ладно, все знают один из примеров, поэтому я его сразу как черт из табакерки вынул. Вот, будет там 6, 8, 10, да, это если удвоить. Утроить этот исходный, 9, 12, 15 и т.д. Понятно, что все эти треугольники мы считаем одним и тем же решением. Поэтому, надо искать, вот если мы нашли какой-то целочисленный треугольник, надо искать среди всех подобных ему самый-самый маленький. Самый маленький все еще с целыми сторонами. Вот, если этот самый маленький имеет такие целые стороны, как мы назовем числа A, B и C? Что это означает? Значит, мы не можем ни в какое количество раз уменьшить треугольник так, что все три стороны останутся целые. То есть, на какое бы число я не поделил A, чтобы все еще число, значит, вот если A, вот я разделю A на D, да, это я пытаюсь в D раз его уменьшить. Если это целое, то либо вот B на D, да, не будет целым, либо C на D, вот, не целое. Или иными словами, просто не существует, да, иными словами, не существует общего делителя O, A, B и C. Не существует такого D больше единицы, что A делится на D, B делится на D, и C делится на D. Вот, то есть, значит, как бы мы называем это A, B, C взаимно просты в совокупности. Взаимно просты в совокупности. Вот. Однако я утверждаю, что в этом случае они взаимно просты попарно. Это довольно важный ключевой шаг уже. Утверждение. Если A квадрат плюс B квадрат плюс... Если A квадрат плюс B квадрат равно C квадрат, то есть, если это прямоугольный треугольник с целыми сторонами, то A, B, C взаимно просты в совокупности, тогда и только тогда, когда A, B, C попарно взаимно просты. Ну, то есть, как бы нод в обоих парах нод B равен нод B, C равен... равен нод A, C равен 1. Что то же самое? Давайте еще переформулируем. Это то же самое, что в разложениях A равно плюс-минус... Помните наши разложения? Такие канонические разложения целых чисел. А равно... Ну, тут, кстати, плюс-минус тут можно стереть просто. Плюс, потому что это же стороны треугольника. Уберем эту мазню. Q1 в степени B1, Q2 в степени B2 и так далее, и до какого-то там QL в степени BL. Вот. И C равно... Ну, там, допустим, R1 в степени гамма 1. Вот. Много букв в арифметике, но как бы ничего не поделаешь. Q... Ну, допустим, S в степени гамма S. Вот. Так вот, значит, это то же самое, что в разложениях вот этих. Множество простых чисел P1 и так далее, ПК, Q1 и так далее, QL, и R1 и так далее, и RS не пересекаются попарно. А попарно не пересекаются. Вот. Вот так. Значит, как нам доказать, что попарная взаимная простота это то же самое, что совокупность взаимной, совокупная взаимная простота. Ну, понятно, что если бы, мы как бы, мы должны что доказать? Что если у каких-то двух был бы общий делитель, то и у третьего он бы тоже был. Вот. То есть, понятно, что из попарной взаимной простоты следует взаимная простота совокупности, а вот обратно это не очевидно. Что вдруг у всех трех как бы одновременно нету. то есть может быть так, что у всех трех одновременно нету, да, общего делителя, но у пары АВ есть какой-то, у пары ВС, допустим, есть, и у пары АС, ну, или там хотя бы у одной из этих пар. Вот. Так вот, мы будем доказывать, что нет, если хотя бы у одной пары есть какой-то общий делитель, то все, привет, третий тоже его наследует. Ну, и делается это так, значит, если П делит А, это то же самое, значит, это обозначение еще одно для того, что А делится на П. Если П делит А и П делит, например, Б, то запишем это в каком виде? А равно П умножить на М. Б равно П умножить на Н. И тогда, смотрите, что получается, С квадрат, он же А квадрат плюс Б квадрат у нас, равно П квадрат на М квадрат плюс П квадрат на Н квадрат, ну, то есть, С квадрат нацело делится на П квадрат, ну, тем самым делится на П, да, то есть, то есть, С делится на П. Помните, да, что, если бы С не делился на П, то мы бы применили утверждение, что произведение двух чисел, не делящихся на П, тоже не делится на П. Двух чисел, равных числу С. c квадрат это c умножить на c. Если бы c не делился на p, то, соответственно, c умножить на c тоже бы не делился на p. А у нас получилось, что c делится на c на p. Поэтому c делится на p. И вот у нас получилось, что если p это общий делитель a и b, то p общий делитель всех трех. Кротиворечие. Из взаимной простоты в совокупности следует попарная взаимная простота. Так, прекрасно. Так вот, что же это теперь означает? Что если мы ищем минимальный такой треугольник, который уже нельзя уменьшить так, чтобы остались все три стороны целые, то это все равно, что мы ищем треугольник, у которого длинный сторон попарно взаимно простые. То есть мы свели поиск задачи о нахождении всех целочисленных прямоугольных треугольников к задаче о том, чтобы найти все решения вот такого уравнения с попарно взаимно простыми a, b и c. Именно этой задачей мы и будем заниматься. Вот это такие просто подготовительные приготовители.